Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых ярких партий молодого Михаила Таля, которую он сыграл в рамках командного чемпионата Советского Союза в Риге в 1954 году. Соперником мастера Михаила Таля был его коллега по шахматному званию Лев Аронин. В этой партии Михаил Таль осуществил очень красивую, вдохновенную атаку на вражеского короля, но и Лев Аронин тоже защищался весьма четко. В итоге получился очень интересный поединок с непредсказуемым финалом. Е4 сыграл Таль, С6, КЦ3, Д5, КФ3. Система двух коней защиты Каракан. После взятия КЕ4, КФ6, КБФ6. К более спокойной игре приводит взятие пешкой Е, но Аронин сыграл ЖФ, что обещает нам очень интересную схватку. Слон С4, ФС7, 2-0, Слон Ж4, Д4, Е6, Ладья Е1, Конь Д7. Черные уже готовы сделать длинную рокировку, но Таль играет Х3 и после хода Слон Х5 неожиданно жертвует слона на Е6. Он хочет всеми силами задержать короля соперника в центре. Аронин забрал слона, Ладья Е6, Шах. Что же черным делать дальше? Если отойти королем на Д8, то Конь Ж5. Белые временно жертвуют Ферзя. После взятия Конь Ф7, далее Ладья Е8, белые отыгрывают Ферзя, получая большой материальный перевес. Если же после Конь Ж5 не брать Ферзя, а отойти на Ж6, то белые забирают на Ф6, создавая угрозу вилке Конь Е6. Поэтому нужно было пойти Слон Е7. Ферзь Е1, нападая на слона. Конь Ф8, взятие на Ф6. Слон Ф3, Ладья Ф3, Конь Ж6. В возникшем положении у белых 3 пешки за коня. Достаточный материальный эквивалент. Но черные лишились всех своих проблем. Просто сейчас сделают длинную рокировку, сыграют Ладья Ф8. И эта позиция даже чуточку для них лучше. Но агрессивная манера игры Михаила Таля принесла свои плоды. Его соперник ошибся и сыграл Король Ф7, напав на Ладью. Тут Таль отдает коня на Ж5, временно защищая свою Ладью и открывая путь Ферзю на королевский фланг. Аронин забирает и коня. После взятия на Ж5 бьет Ладью Слон Ж5. Посмотрите, какая красочная получилась позиция. У черных колоссальный материальный перевес. Но их король находится под атакой трех активных белых фигур. Как же защититься? Конь Е5 играет Аронин, перекрывая вертикаль Е. В случае взятия ДЕ вертикаль перекрывается и черному королю становится получше. Но Ладья Е1 играет Таль, Ферзь Ж7. В этой позиции молодой Михаил Таль имел определенный выбор и сделал все-таки неверный ход. Правильное продолжение атаки это простое взятие на Е5. Конечно, если забрать Ладью Ферзем, то черные долго не протянут. Поэтому нужно сохранять материал. Король Д7, Ферзь Ж4, Король С7 и Ферзь Ж3. Точный ход с угрозой Ладья Е7. Если пойти Слон Д6, то Слон Д8. И теперь уже гибнет черный Ферзь. Белые при этом еще и нападут на Ладью Аш8. Поэтому Король Б6. Но тут Ферзь Б3. И точный ход Ладья Е5 с угрозой Ладья Е7. Эта позиция для белых выиграна. Но Таль ошибается. Он играет Ферзь Ж4, Король Д6, взятие на Е5 с шахом и Король С7. Видимо, Таль сильно надеялся на свои проходные пешки, образовавшиеся на королевском фланге. Действительно, позиция неоднозначная, несмотря на лишнюю Ладью черных. Е6. Играет Михаил Таль. Ладья Ж8. Слон Ф4 шах. Слон Д6. Происходит размен Ладья Д1. Король С7. Ход Ладья Д7, конечно, ничего не дает. Черные забирают Ферзем, нападая Ладьей на белого Ферзя. Поэтому отходит с шахом Таль, Король С8, Ж4. Очень интересное положение. Белые потихоньку надвигают свои пешки, а черные пока играют без Ладьи А8, находящейся на начальной позиции. Но Аронин не теряет присутствие духа и играет Ладья Д8, в надежде разменять активную Ладью соперника. Таль отказывается от размена Ферзь С7. Теперь уже предложение размена Ферзей. И тут Михаил Таль допускает еще одну, уже более серьезную ошибку. Если бы он пошел Ферзем на Ф6, то имел все шансы уравновесить лишнюю Ладью соперника с помощью своих сильных проходных. Примерный вариант таков. Ладья Е8, Е7, Б5, Ф4, Король Б7, Ладья Е3. Белые заранее прикрывают поле Ж3 и готовят продвижение пешки Ф. Компьютер оценивает эту позицию как примерно равную. Видимо, где-то в дальнейшем Черным нужно будет отдать свою Ладью за несколько проходных пешек соперника. После чего получится какое-то равное, например, Ладейное окончание. Но Таль отошел Ферзем на Ф5. Ему очень понравилась идея поставить вскрытый шаг. Конечно, Михаил Таль прекрасно понимал, что пешка будет заблокирована. Ферзь Е7 сыграл Аронин. С4, Б6, Ф4, Король Б7. Черным уже удалось наладить взаимодействие фигур. Король находится в относительной безопасности. Ну а белым нужно продолжать двигать свои пешки в надежде все-таки спасти эту партию. Ферзь Е5, Ладья Д3. Черные начинают пиратствовать в тылах белых. Таль прикрывает пешку Х3 ходом Ферзь Х5. Ладья Д2, Ладья Е3, Ладья АД8. Наконец-то ферзевая Ладья Черных вошла в бой. Ферзь Ф7 играет Таль. Ему нужно разблокировать пешку Е6. Иного пути просто не было, потому что черные уже готовы были контратаковать белого короля с помощью шахов по полям Д1 и Д2. Забирает Аронин. Бьет Х4, Ж6. Взяли-забрали Ладья Ж4. И после Ладья Е8 точный ход Ладья бьет Ф7. После которого Михаил Таль признал свое поражение. Действительно, на ЖФ следует решающий двойной удар. И последняя проходная белых на королевском фланге погибает. Получается технически выигранная позиция с двумя лишними пешками у черных. Вот такая очень интересная, драматичная партия, в которой Михаил Таль создал красивую атаку на черного короля. Получил прекрасные шансы на победу, но все-таки ошибался больше, чем его более опытный на тот момент соперник. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.